Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Алексей Вербицкий. Сейчас о главных событиях этого дня. Иудеи по всему миру зажигают свечи и читают поминальные молитвы в память о жертвах Холокоста. Накануне 79-й годовщины освобождения концлагеря с Венцем эта церемония прошла и на Урале. С теми, кто помнит и кто видел своими глазами ужасы нацистского режима, пообщались мои коллеги. В каждом слове этой молитвы, слезы и память о миллионах детей и взрослых, чья мирная жизнь в середине прошлого века была раздавлена бесчеловечной машиной нацистского режима. В честь бабушек и дедушек, матерей и отцов, навеки оставшихся в стенах гетто и концлагерей. В Уральской синагоге вновь горят символические шесть свечей. Среди тех шести миллионов людей, которых евреи погибших в Холокосте, очень много членов моей семьи, оба моих деда погибли, я никогда их не видела. Но память о них у нас в семье жива, хранятся их письма. Среди гостей еврейского общинного центра есть и те, кто ужасы Холокоста не только видел своими глазами, но и ощутил сполна. Семен Спектр вместе с семьей попал за колючую проволоку, будучи маленьким ребенком. И пройдя через страшные испытания, не утратил веры и жизнелюбие. Пережили три года тяжелейшей жизни, ежесекундно ожидающей ухода от жизни. Но судьба распорядилась таким образом, что и мои родители, и брат остались живы. И счастье продолжилось. Среди миллионов узников гетто и концлагерей, которых на территории Германии, оккупированных территориях, было построено около 20 тысяч, были не только евреи, но также русские, украинцы, белорусы, венгры, французы, чехи, поляки и многие другие, кто не угодил фашистскому режиму. В нашей области всегда будут бережно хранить историческую память и историческую правду об Охолокосте и обо всех событиях Второй мировой войны. Мы рассказываем нашим детям и многому напечникам о незыблемой ценности, волосердии и сострадании, добре и справедливости, о том, как важно это все человечество, взаимовременное уважение и конструктивное дело. Из шести миллионов погибших узников полтора миллиона были несовершеннолетними. Вспомнить об их судьбе помогает тематическая выставка плакатов «Бабочки, дети Холокоста». В основу идеи легло стихотворение «Бабочка» одного из узников концлагеря, написанное за два дня до смерти. Он посвятил его каждой загубленной детской душе. Эти строчки стали бессмертными, как и память о жертвах трагедии, которая никогда не должна повториться. Николай Свердлов, Новости Первоуральск. Как плавят металлы, как проверяют качество труб. Для Первоуральских студентов провели экскурсию по цехам одного из крупных предприятий города. Своими впечатлениями младые люди поделились с нашей съемочной группой. С правой стороны от вас сейчас располагается парк настройочных образцов. Это трубы определенного диаметра с определенной толщиной стенки, на которой специально нанесен искусственный дефект. Трубная продукция проходит проверку на участке неразрушающего контроля. Производственная мощность финишного центра по производству труб нефтяного ассортамента, 300 тысяч тонн труб и более 2 миллионов муфт в год. Об этом рассказывают гостям Первоуральского новотрубного завода ТМК, студентам городских учебных заведений. А это уже электросталеплавильный цех «Железная Зон-32», раскаленное сердце предприятия. В конце прошлого года его работники добились внушительного объема выпускаемой продукции – 13 миллионов тонн стали. Студенты увлеченно наблюдают за производственными процессами. У Василия Кудрявцева, например, на заводе трудятся родители и брат. Молодой человек признается, сегодня увидел вживую то, о чем слышал из рассказов родственников. Потому интерес вызывает абсолютно все. Как устроен процесс, как это все происходит, порядок действий, оборудование цеха. Я выбрал для себя это дело, потому что всегда было интересно наблюдать за подобными процессами. Как обрабатывают металл, как происходит выплавка полупродукта в 23-м цехе, как туда опускают электроды. Познакомиться с металлургическими процессами градообразующего предприятия пришли студенты, обучающиеся по целевой программе. Будущие – стелевары, сварщики, электрики и технологи. Экскурсии на производство для студентов технических специальностей проводят регулярно. Предприятие развивается, как отрасль развивается, и именно нужны квалифицированные специалисты. Люди, которые умны головой и умеют работать руками. Специалисты говорят, подобные встречи помогают учащимся определиться с выбором места прохождения практики и дальнейшим трудоустройством. Очень важно показать, на самом деле, как выглядят рабочие места, как выглядит завод изнутри, что их ожидает в будущем. Молодые ребята, у них как раз-таки сейчас большой шанс получить профессию, прийти на предприятие и своими новыми знаниями, с новыми подходами помочь нам достичь еще больших результатов. Такие мероприятия очень полезны в плане том, что ребята знакомятся непосредственно с производством, на котором им придется работать. То есть, не по учебнику, не по картинке, а на самом деле тот цех, в который они потом придут. Как говорят на предприятии, к ним ежегодно устраиваются несколько сотен выпускников учебных заведений. Поэтому надеются, что скоро и эти ребята наденут спецодежду сотрудника и станут частью большой команды металлургов. Виталий Мотин, Андрей Волков, Новости, Первоуральск. Модные вещи своими руками научились делать учащиеся техникума. Мастер-класс ко дню студента для них провели эко-волонтеры. Как это в дальнейшем может повлиять на экологию, расскажем в сюжете. Старые вещи здесь получают вторую жизнь. Пока девушки делают из вторсырья эко-броши, инкустированные различными камнями и пуговицами, молодые люди изготавливают браслеты из старой джинсовой одежды. Все под чутким руководством волонтеров. Я ее загнула, на нитку положила и уже вокруг нитки я ее скручиваю. Мастер-класс для учащихся политехникума проводят активисты общественного движения «Город первых», работающего при поддержке Первоуральского новотрубного завода «ТМК». Такой урок приурочили ко дню студента. Это обучение не только прикладному творчеству, но и бережному отношению к природе. Все-таки главная задача ребятам рассказать о том, что важно заботиться об окружающей среде, придерживаться принципов экологии. Не обязательно все покупать, можно сделать действительно что-то своими руками, чтобы как можно больше вещей получало возможность второй жизни. И, конечно же, рассказываем о принципах переработки. Чем больше вещей отправляется на переработку, тем меньше идет на выброс. А значит, и вред окружающей среде удается минимизировать. Об этом студентам тоже рассказывают в ходе мастер-класса. Мне понравился мастер-класс. Это было очень интересно и увлекательно. Экология важна, так как тоже это наше здоровье. Природу нужно защищать. И вторичное использование, оно очень помогает сохранить нашу природу в чистоте. Также волонтеры рассказали о работе фримаркета, где любой желающий может взять старые вещи, подарив им вторую жизнь. Сами активисты называют это рациональным потреблением, ведь таким образом они помогают снизить нагрузку на окружающую среду. И надеются, что их, к примеру, последуют другие. Николай Светлов, Алексей Вербицкий и Андрей Огарков. Новости Первоуральск. Их работа – проверить каждый уголок и досконально исследовать каждую вещь. И все это исключительно для безопасности. Сегодня отмечается Международный день таможенника. Об особенностях профессии и интересных находках в багаже пассажиров подробнее в нашем сюжете. Пассажиры и экипаж только что покинули самолет, но в пустой салон первыми заходят не уборщики, а таможенники. Они обследуют все полости и люки в поисках запрещенных или незадекларированных товаров. Прибор называется «Кальмар». Позволяет увидеть некие сокрытия вложения в каких-либо полостях, где особенно невозможно заглянуть туда без помощи данного прибора. Пока идет осмотр самолета, пассажиры уже проходят на получение багажа. В зоне досмотра внимание сотрудников кольцовской таможни привлекает этот мужчина. Его чемодан проверяют, но кроме небольшого перекуса и личных вещей ничего не находят. Скажите, вообще неудобно, что вот так вот таможенники останавливают и, собственно, досмотр такой милитарный? Это все хорошо, потому что все, чтобы нормально было, чтобы все равно не бывает. Бывает и такое, рассказывают на таможне, что визуального досмотра недостаточно, поэтому подозрительного человека буквально сканируют в отдельном помещении. Так удается выявить тех, кто желает провести что-то запрещенное внутри себя, хотя таких немного. Чаще люди не декларируют большие суммы денег от 10 тысяч долларов или пытаются провести табачные изделия или алкоголь свыше нормы. Но бывают и более интересные находки. Были даже вы и попугаи, достаточно большая крупная партия, которая часто попугаев не была задекларирована. Ну, интересны также культурные ценности. Есть у нас сейчас на исполнении находится административное дело, где у нас изъяты когти медведя и рога лося. Или, например, вот такая золотая цепь, которую пассажир пытался пронести через таможенный пункт в Кольцово. Украшение весом 4 килограмма мужчина хотел вывезти в Объединенные Арабские Эмираты. Экспертиза установила, что драгоценное изделие стоимостью почти 14 миллионов рублей – товар не для личного пользования. По решению суда ее изъяли у хозяина. Выявлять нарушителей таможенникам помогает не только техника, но и, конечно, четвероногие специалисты. Кинологи признаются, от их носов невозможно скрыть ничего запрещенного. Ничего не заменила еще пока на сегодняшний день собачий нюх. У этой собаки несколько направлений, как я уже сказала, поэтому мы во всех направлениях работаем. Например, на таких рейсах мы это наркотические вещества ищем. На туристических рейсах у нас есть тоже определенные туристические рейсы. Там мы будем работать по денежным знакам. За минувший год на Кольцовской таможне специалисты проверили 8 тысяч пассажирских и почти 800 грузовых самолетов. И признаются, что даже в праздник никаких послаблений пассажирам ждать не стоит. Но если не нарушать правил, то таможня уж точно даст добро на въезд. Виталий Мотин, Новости, Первоуральск. Первоуральские школьники отправились убирать снег в детские сады. Юные волонтеры решили помочь дворникам, у которых зимой много работы. С участниками столь полезной акции пообщалась наша съемочная группа. Здравствуйте! Вас так много! Таким необычным гостям в детском саду только рады. Говорят, к ним впервые приходят, чтобы помочь с уборкой снега. В качестве волонтеров ученики городских школ. Мы расширяем тропу для того, чтобы удобно было проезжать на санках, снегокатах с детьми, с колясками. Нам надо ее расширить. За работу принимаются пять одиннадцатиклассников. В составе команды волонтеров две девушки, но все трудятся в равных условиях. Работы на самом деле достаточно много, потому что выпало нам много снега. Приходится прокапывать, но мне совсем не трудно. Потому что я понимаю, что мы делаем добрые дела, и это помогает. 17-летняя Елизавета считает, совместный труд принесет только пользу. Я считаю, что мы с ребятами подаем хороший пример для наших сверстников и для более младшего поколения. Если нас будет чуточку больше, то всеобщими усилиями мы сможем сделать намного больше. Я считаю, это очень важно. Взяться за уборку снега в детских садах решил ученик седьмой школы Иван Шорохов вместе с другом. Узнали в городском управлении образования, каким учреждениям нужна помощь, и собрали группу единомышленников. Зачем нам ждать какой-то акции по уборке снега, если мы можем сами ее создать и пойти убирать снег. Зачем нам ждать какого-то отклика от кого-то, если мы можем сами взять лопаты и пойти помочь сделать доброе дело. Тем более руки есть, ноги есть, взяли, встали, пошли. В этом году юные волонтеры убрали снег на территории двух садиков. Этот – третий. Работают ребята вообще хорошо. Остановить невозможно. Очень приятно видеть таких ребят, которые не останавливаются, их не пугают трудности. То есть они готовы работать до ночи и расчистить всю территорию. За хорошо выполненную работу школьникам вручают почетные грамоты. Но для юных активистов благодарность не главное. Планируют продолжить акцию и надеются, что в следующий раз к ним присоединится еще больше волонтеров. Дмитрий Солюков, Михаил Перонков. Новости Первоуральск. И на сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. И у меня на этом все. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»